Привет всем стратегическим жевжикам! Вы видите и слышите главного стратегического жевжика планеты Земля, Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии в Сидмэр Сивилизейшн 6 Зазулузов на последнем уровне сложности Божество. Спонсоры канала все серии видят сразу, ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, посмотреть настройки карты и прочее, прочее, прочее. Ссылка на первую серию в описании и в прикрепленном комментарии к этому видео, и там же ссылка на рейтинг цивилизации прозулусов, тоже крайне рекомендую посмотреть. Итак, на этом своё личико симпатичное вырубаю. Я знаю, я знаю, вы все пишите в комментариях, что хотели бы только на моё личико смотреть, в принципе надо растянуть на полный экран, а вот как раз циву вот в этот маленький квадратик поставить, который тут вот есть, но я всё-таки считаю, что цива важнее, чем моё лицо. Вышли мы в античность, вышли, к сожалению, в нормальный век, то есть без особых бонусов. Вот все наши соседи в золотой вышли, но я думаю, нам хватит лояльности удержать города, тем более, что мы хорошо расставились. И, наверное, можно монументально взять, потому что я планирую и канды строить дофига. Явно мы без религии будем. Вольнодумство, вольнодумство. Ну, блин, озарение тоже хотелось бы. Ну, вот, не знаю, мы канды-триту, наверное, построим. А вот озарение, вот будет озарение, да? Будет озарение мореходства 100%, пастбище тоже сделаем. Ладно, наверное, надо вольнодумство брать. За каждое построенное здание является наука. За постройку здания с ячейком. Блин, вообще, я думал театралки строить. Но, все равно, до театралок еще далековато. Не, наверное, все-таки вольнодумство. Наверное, все-таки вольнодумство. Хотя мы и на науку тоже не будем строить. Но у меня озарение, не озарение, а эти, ускорение. Мне кажется, чаще будут, чем озарение. Так, дальше. Пока стоим, лечимся. Я заключил мир с Англией. Плюс мне нужны рабочие. У меня такое ощущение, что на меня инк нападет. Пока тут нету юнитов рядом. И вот я еще раз ставил метки. Ну, вот уже перед началом партии, где я планирую города ставить. Сначала надо сюда, конечно, будет поставить. А вот тут уже будет проще. Тут мы ни с кем не спорим. Вот тут главное, чтобы индус не... Я просто понимаю, что сюда индус влезет. Но, тем не менее. То есть, мы будем расселяться. Нам нужен, в первую очередь, рабочий, чтобы вот это вырубить. И прокачать магнуса, чтобы в Улунде не уменьшалось количество жителей. В принципе, в остальном все норм. Наверное, сюда пойду копейщиком следить за варварами. Раз, два. Когда я сюда поставлю город, тут еще... Ну, я думаю, что я и тут, и тут успею города поставить до того, как там ГГшка появится. Так, тут, наверное, на всякий случай в Умгундулву перебежим. Потому что есть ощущение, что... Индуса я не боюсь, если он не объявит войну. И то у Ганди обычно не любитель воины объявлять. А вот Инг опасный чувачок. Да, откроем деньги. Я сейчас запущу караван. Причем, наверное, из Умгундул. Так, везде надо торговцев... Не торговцев, строителей, сорян, построить. А потом Инканды уже... Инканды, извините. Импи, импи. Будем уже чуть позже делать. Ну, так, подойдут. Просто Скаут в прошлой... В прошлой серии убежал от варваров. Ну, что так пока набега не видать. Честно говоря. Плюс я взял Пантеон на... Плантации. Ставим... Ну, ставим на поселенцев карточку все-таки. Так, а сколько стоит купить строителя? 105. Блин, может сначала все-таки строителя тут купить, а... Не, не купить, если построить. Так, это из Умгундул. Ну, давайте, знаете что, карточку на строителей поставлю. И 5 ходов я пока потерплю. 5 ходов я потерплю. И тут тоже строителя пока сделаю. Это вот такое количество... Такое количество строителей мне очень поможет. обработать. Там гипс пойдем обработаем. Так, тут какие-то... Кстати, у меня еще... Знаете, в чем хорошая территория? У меня тут практически нету. Я поставил троечку, да? А у нас получается на территории практически... Не практически, а точнее точно вообще нету затоплений. Ну, может только по побережью, когда... Так, давайте глянем. Ну, вот тут раз, два... И то второго... Вторая, третья волна. Даже нету ни одной первой. Всего три места, где может быть затоплено. По-моему, вообще зашибись. Так, тут в Улунди отправим. Деньги ускорили. Тут тоже строителя. Блин, тут, конечно, жалко, что вулкан. Вот только я говорил, что нигде стихийные бедствия нам особо не мешают. А вот нашлось место. Около Кваду Кузу. Кваду Кузы. Что тут делает дуболом? Индусский. Так, вышли в античность. Корпорация, кстати, на табаке будет, но табак дает плюс 25% квере. Что в нашем случае не особо. Круто. Так, постоянность, конечно, штраф против этих ребят, но он просто сейчас долбится об меня будет. И мне это на руку. Надо больше народу находить, больше цивилизаций других. Пойдем, наверное, попробуем разобраться. Тут я вот подержу внутри. Я понимаю, что это лояльность добавляет способность Зулуса. Вообще, это всем добавляет лояльность, но там зависит от современности юнита. Например, прачники уже не современные юниты, они бы не добавляли лояльность. Но у Зулусов каждый город с юнитом плюс 3 лояльности входа. Хотя в моем случае это не особый... Так, подожди, лояльность у нас восьмерочка, по-моему. Не, кстати, вот здесь был... Сейчас бы отваливался. Да, кстати, булавая бы отваливался город, если бы не стоял прачник. Так, ну давайте астрологию... Или мечи, блин. Вообще, мне надо, конечно, в импи идти. Давайте посмотрим. А, это чисто математика и все? А, прикол. Так, слушайте, я три разных района построю. Причем мне при помощи копья кого-то надо уничтожить. Я не зря копье построил. Мне надо что-то уничтожить при помощи копья. А три разных района это, в общем-то... Иканда, коммерческий и театралка. Так, тут вот сюда идем вырубать лес. Тут начинаем поселенца. О, индус уже... Так, давайте глянем. Но у меня не будет своей религии. Поэтому, в принципе... Так, создание поселенцев не уменьшает население. В принципе, мне чья-нибудь религия, да, норм будет. Известная игра. Я только у Индии, да. Все чудеса света плюс четыре веры, синагога. Ну, такое. Где у нас загорелся лес? Рядышком. Это неплохо, но улучшит выхлоп. И напнуть в лучника, не апнуть. Я бы лучше оставил деньги на ап вот, например, здесь, если вдруг Инкнап решит напасть. Так что, пока потерпим. Я, наверное, вырублю, потом... Ну, Скотт я бы обработал, потому что Скотт плюс половину... Пастбище половину жилья дает. И, соответственно, сможет город расти еще. 48 науки у Инков. Так что иногда Инков боятся. Ну, блин, Вавилон, мало того, что у него озарение, так у него еще само по себе наука офигительная. О! Мы открыли политическую философию. Мы теперь политики и философы. Знаете, все-таки античную респ... Хотя, подождите, у меня... У меня район пока только один. Только в столице. Блин, может, все-таки... Может, все-таки олигархи... Я боюсь, что я сейчас буду воевать с Инком. Вот в чем дело. Поэтому я лучше олигархию пока возьму. Так, тут ставим на поселенцев, получается. И строителей оставляем пока. Сюда. Блин, жалко, что у меня стены еще не открыли. Ну, чтобы быстрее стены строились. Ну, видимо, на юнитов надо взять еще. Пока. Так. Вумгундулву прям 100% нужны стены. Переключаемся на производство. Так, вот это обрабатываем. Потом здесь поставим производство. Промышленное... Ну, в смысле, как фабрику. Не знаю, что там. Так, я хочу... Я хочу... Собирать вот тут юниты... Против инка. Не, ну тут мы тоже... Так, ну тут мы достроим... Ага, сейчас вот так делаем. Вырубаем. Потом я, наверное, скот обработаю. Потому что, видите, у меня тут не хватает жилья. А если я обработаю, то жилье появится. Оно... Этот... Плантация плюс 0,5 дает. И дальше поехали... В наемнике. Нужен ли мне мистицизм? Наверное, нет. Давайте просто игры и развлечения. Это я ускорю войную традицию? По идее, должен забрать вот этот лагерь. Когда-нибудь. Хотя, если у меня сейчас война с инком, то как я заберу лагерь? Хрен знает, конечно. С другой стороны, если я успею стены тут построить, то мне инки не страшны. Я так говорю, как будто знаю, что они придут без катапульт или таранов. Так, пять ходов стены. А потом где-нибудь тут и канду поставить заодно. Блин, давайте мы эту клетку выкупим. Блин, или эту выкупить? Черт. А сама... А сама... Город ту хочет. Ладно, пока подожду. Очень хочется эту выкупить. Чтобы он там... Вот видите, появилось жилье. Так что в рост. Так как у нас магнус прокачан на... На неуменьшение жителей, то имеет смысл вот на этот рост. Ну и слушайте, а давайте мы мечников откроем. У меня, правда, денег, наверное, на апгрейд не будет. Я говорю, как по счету, вот пол... Ну вот, только я хотел... Ну инки, они просто воинственные. Вот я сколько не играл? Вот Англия с индусом не очень. О, Португалию встретил. А вот инки сто процентов. Так, слушайте, четыре хода до стен. Успею ли? Успею ли? Тут лошадей обработаем. Давайте я вот так встану. Вдруг он меня будет атаковать. Не, он, наверное, сюда перепрыгнет. Ну, тут я лучниками добью. Не страшно. Так, продолжаем. Блин, а может юниты построить? Вообще он нападает колясками. То есть как раз то, что надо для моих копейщиков, получается. Которые... Ну давайте хотя бы одного сделаем. Сделаю одного копейщика. Так, тут вырубать буду на поселенцев. Вот тут по городам. Производство. 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 Тут город эту клетку. Тут город... Вот почему... Ну... Я знаю почему. Потому что там второй радиус захватывает. Блин, надо вести этого... Этого прачника тоже. О! А если я ухожу, видите, уходит лояльно. Минус один начинается. Ладно, тут сейчас достроится... Монумент, по идее, тут будет в плюсе лояльность. Ух ты, он прям оттуда атакует. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, знаете, как мы сделаем? Мы, наверное, не будем убивать эту коляску, потому что если я убью, он отсюда сможет... Или, подожди, он не сможет. Не сможет. Тогда убиваем. Он потеряет тут... Чтобы отсюда атаковать, надо подойти... Не, нормально. Пока нормально. Так, минус один юнит уже у инка есть. Так, тут гипс идем обрабатывать, тут обрабатываем лошадей. Вообще у меня со счастьем не очень имхо. О, тут мечник вообще. Ой, то есть не мечник, прачник. Вообще зашибись. Так мы заберем этот лагерь. Здорово, и денежку получим. Так, тут мы идем сюда вырубать на поселенца. Нет, слушайте, должны отбиться от инка, мне кажется. Должны отбиться, хотя тяжеловат. Но в следующем ходом не атакует город 100%. И у меня три хода до... Точнее два хода будет до строительства стен. А стен, мне кажется, он не пробьет. Стены, мне кажется, он не пробьет. Нам бы поменять... Блин. Нам бы, конечно, дуболома сюда поставить, но проблема в том, что... Слушайте, а следующим ходом, кстати, в мечник капнуть. О, вообще зашибись. Это усилит города. Кайф. То, что надо. Так, все нормально пока. Пока все нормально. А знаете что, давайте тут центр коммерции, потому что и канду пока некуда. Так, подождите. Подождите. А где я хочу здесь, например, сделать ромашку? И хочу ли я здесь ее сделать? Тут вот лошадь мешается для нормальной ромашки. Видимо, вот здесь. То есть на месте камня у нас правительственная площадь будет. Что мне сюда центр коммерции? Ну тут, блин, жалко. Ну, слушайте, сюда какое-нибудь чудо можно потом. Рядом с центром города довольно много чудес. Ладно, давайте центр коммерции. Или копейщика, блин. Вы знаете что, давайте копейщика. Мы так можем слить. Так, здесь строителя. Ну, смотрим. Он, наверное, проатакует дуболома мне. А нет, он все-таки смог атаковать. Фак. Блин, блин, блин. Так, знаете, что мы сейчас будем делать? Мы будем менять местами. И вот так делать, чтобы 35 сил осталось. И атакуем именно мечника, потому что он сильнее и атакует через речку. Еще мечника, чтобы он не убил лучника мне. Не, пока не берется город. Пока стоим, не берется. Подпрачника не будем становиться. И ведем копье. Знаете, против юнитов ближнего боя. Но это, правда, не влияет на этого прачника. Он меня проатакует. Слушайте, а давайте мы попробуем Англию к войне. Ничего. О, ну как же ничего ты. О, слушайте, она мне еще и заплатить готова. Главное, так она не принимала 11. Только сделать равный 11 принимает. Отлично. У нас еще Англия за нас. С которой мы повоевали. У которой мы украли посила в прошлой серии. Вообще-то. Не знаю, почему она к нам так хорошо относится внезапно. Или она просто намного хуже относится к инку. Блин, уже сейчас не посмотр... А что там плюс 12? Общий домашний континент. А, Виктории нравится, когда на одном континенте. Прямо аж плюс 12. Так, давайте пока продолжим математику. Железо. Нет, право прохода мне не надо. Давай ты мне больше денег дашь. 13. В принципе, нормально. Я уверен, что увело, он мне войну не объявит. А, тяжело уже. Так, минус. Меч. Хотя, знаете, я не мечника буду. О! Екатерину нашли. Так, а с ней поторговать есть чем? Не, мы успеем до... До... До стен. Я уверен. Екатерина приплыла откуда-то. Блин, тут мечник. Ну, конечно, армия у инка приличная. 410. Но у Англии 530. 530. Так, я предлагаю атаковать вот эту фигню. Так, блин, я как-то хочу, чтобы двумя... Ну, а хотя бы зачем мне двумя? Так делаем. Потом так делаем. И вот так делаем. И внезапно все умерли. Так, инк, ты что-то... А где юниты, инк, а? Блин, тут уже минус лояльность. Но ставить надо здесь, потому что иначе... Если сюда ставить, то не... Акведук не дотянется. Ладно, мы пока будем тут и тут ставить, а тут в последнюю очередь. Видимо, как-то так. Так, ну зашибись. В принципе, мы отбились, я думаю. Так, производство. Тут тоже на производство пока переключаемся. Тут еда, производство. Так, все зашибись. Значит, у нас еще остается чай и алмазы из ресурсов. Подожди, а почему я тут ставлю? Я же тогда аккведук не проведу никуда. Блин, тут надо по-другому ставить. Раз, два. Мне кажется, на лошадей... Нет, подожди, на лошадей я никуда не проведу. Похоже, вот сюда надо ставить. Тогда вернусь еще тут где-нибудь. Вот сюда надо, наверное, ставить. Слышь, а может мне как раз этого поселенца сюда и везти? Три. Ну, конечно, сюда еще влезет. Вот так, я думаю. Но это тоже в последнем. А, почему восклицательный знак? Блок... А, нет, подождите. Раз, два, три. Раз, два, три. Почему тут? А, вот тут. А, вот эти не влезет. Ладно, тут я подумаю, если еще надо будет. Вот здесь еще можно что-нибудь... Оборонительная тактика, потому что плюс сто процентов к строительству стен. Наверное... Подождите, а я не выполнил Женевы? О, я выполнил Женевы и союзим. Ее. Так, и заодно посмотрим, что тут вокруг. Валет-то есть. Блин, надо все-таки на веру что-то сделать. Не на религию, а просто чтобы вера была. И за счет валеты в центре городов покупать. Ну что, Абламин... Блин, он катапульту привел. Ладно, я буду катапульту мочить лучниками. Что? У меня есть чем мочить. Плюс там еще вон Англия нападает. А, еще я его так могу делать вообще. Между прочим. Так, ну сначала апну лучник или убить катапульту? Мечника я точно апну? Давайте апну еще прачника. Знаете что, я проатакую катапульту, потому что тогда коляска может кого-то из лучников проатаковать. И, соответственно, я апну их и вылечу заодно. Тут вот так сделаем. Слушайте, а у меня там... Может мне проект почитать в Улунде на... На генерала? Хотя мне Баудика... Давайте вот этот неизвестный возьмет Баудику, а я кого-нибудь следующего. Просто Баудика, когда на покой уходит, не так интересно. И такие интересные плюшки выдает, как хотелось бы. Так, наверное, пойдем в ферму. Не феодализм ускорить? Шесть ферм надо. Да у меня вроде тут есть места под фермы. Блин, тут вот 35. Давайте мы один ход пропустим. Я выкуплю эту клетку и начну там и канду строить. Так что один ход пропустим здесь. Так, ну что? Да, я верно поступил. Часто думаю, почему вы так немногословны, а вам просто нечего сказать. Ребят, я немногословен? Честно скажите, немногословен, да? Молчу. Блин, я не посмотрел у Франции чем торговать с ней. Может там... У нас этого ж дофига. Табака. Так, объявить дружбу, во-первых. Во-вторых, слоны. Отлично. Отлично. Просто здорово. Так, все вообще идет очень хорошо. АПМ против наземных. Тут атаки. Тут убиваем катапульту. Нерпро атакую. Убиваем. И тут под защитой дуболомов Англии тоже идем на инка. Как-то у инка не становится меньше, правда, армии. Почему-то. Так, это тут что? Охота... Охота на Изюбря? Изюбря зовут моего разведчика. Изюбрь Иваныч... Блин. Какую изолудскую фамилию? Изю... Не, Изюбрь Чакович... Умгун... Умгун... Умгунгун... Блин, господи. Умгунгундлову. Умгунгундлову. Черт. Так, вот теперь покупаем и Иканду. Так, математику пока отложим. Пошли верховая езда. Вообще можно мореходство и астрологию давайте. Ну, перекупили у нас Женеву, но... Мы, в принципе, что мне требовалось, мы выполнили. Вавилон, правда, улетает в очередной раз. Уже в возрождении. Я думаю, в литье, кстати. Хотя, Винкопись... Блин, убил все-таки мне... Скаута, черт. У Инка, кстати, тоже нормально науке. Блин, у него 40 силы в стрельбе? Нифига себе. А он мне лучника не ваншотнет, случайно? О, слушайте, а мы тут Кахамарку... Забрать не можем? Он аж отвалится по лояльности. Нам нету смысла. Мне кажется, мне забирать надо Индуса будет. Примерно, правда, города говнина. Но забирать Индуса, потом Англию. А вот... Города Инка отваливаться просто по лояльности будут и все. О, я сейчас военную традицию ускорю. И пойдем в военную подготовку. И нам, собственно, 6 ферм осталось только ускорить. А, наверное, сюда надо ставить сейчас город. Наверное, сюда встану. Так, тут апнул. Ну, копье вперед выведу пока. Так, что по фермам. Вот на этих рисовых надо ставить еще фермы. И тут можно будет ферму. Вообще, мне бы... А, блин, у меня тут есть... Так, давайте вот этого... Этих коней обработаем. И вот эту клеточку 60. Надо следующим ходом выкупить. Что бы не досталось. Мне кажется, в Улунде надо продолжать поселенцев строить. В этом идея. Если я смогу качественно расселиться за это время, то... Так, а вот здесь нам центр коммерции надо, наверное. Что-то я театралку не знаю пока. Но мне надо, очевидно, правительственную площадь будет в Кваду Кузе вместо камня. Поставить. А здесь мы, наверное, центр коммерции вот сюда поставим. Да, кстати, у меня много рек, но повезло... Ауч. А, он стреляет только в соседнюю клетку, получается. Ага, вот в чем дело. Тогда норм. Тогда мы тебя сейчас приговорим. Так. Слушайте, ну я бы кахомарку просто снес. Че оно тут стоит? Еще и в осаде нахуй. Ну 35 сил вообще сильно. Так, значит, ломаем аванпост. И мы, походу... Пять ходов. Блин. Пока мы не выходим. Мне два очка не хватает. Но одну очку я могу, например, лошадь сделать. В чем еще мы можем одну очку получить? В средневековье я не успеваю. Блин. Я что, опять в нормальный век, что ли? А, я должен... Если я кахомарку заберу, то это будут очки. Так, астрология, инженерное дело, верховая езда. Надо верховую езду. Это как раз лошадь, в общем-то, та самая. Интересно, а вот этот убьет мне? Очень, очень копье не хочется терять. Но и лагерь этот надо было уничтожить. Мне кажется, убьют сейчас копье. О, хрен у него уже, блин, стрелки-разведчики. В 700-м году до нашей эры. Лошади. Не, подожди, мне пока самому нужны... Извини, Виктория. Ну, уходи, пожалуйста. Нет. Ну, он, видите, не убивает, но он убьет его в итоге. Получается. Ну, что, больновато. Ну, что, просто постоим. А мечник? Мечник посильнее бьет. Ну, пошли мечником тогда туда. Так, давайте строителя, наверное. Чтоб камень вырубить. Так, есть военная традиция ускорена. Военная подготовка ускорена. Идем пока... Хотя, смотрите, зачем... У меня сейчас нечего открывать. Сейчас же не хочу ничего менять. Против варваров стоит. К созданию юнитов. Ну, юнит я вообще не строю. Может, оборонительная или вообще кабароноспособность... Блин, ну, умгулду... Умгунгундлову... Блин. Не будут пока атаковать. Поэтому кабароноспособности, наверное, нафиг надо. А вот к строительству стен можно сделать и больше стен поставить в городах. Создание строителей, создание поселенцев оставляем. Ну, и в каких я городах хочу стены строить? Так... Может, Виктора в... Умгунгундлову? Мне кажется, да. Плюс, я вообще-то хотел проект на генерала... А, уже забрали. Так... Да, Ганнибал Барка, я думаю, будет в тему. Давайте проведем проект. Ну, неужели опять нормальный век выхожу? Ну, что за фигня? Я вообще просто не вижу, где мне еще два очка взять. Ну, вообще, я одну очку только вижу с всадников. А больше нет. ГГшку я больше никакую засоюзить не могу. Ну, только встретить кого-то. Но это не я сам. Это если меня только встретят. Блин, что я по нормальным векам-то? Черт. Мне это не нравится. Здорово, меня англичане защищают. Это он сейчас протоковал за чем-то. Латники. Все, минус копейщик. Это жалко, конечно, этого копейщика. Но, с другой стороны, он хорошую работу там проделал везде. Слушайте, ну, может тогда мир попытаться заключить с инком? Наверное, еще раз... Не, можно уже. Да, но он, походу, не готов. Ни за какие коврижки не хочет мириться. У него там латники. Ну, в принципе, я от латников тут могу отбиться. Просто отойти надо. Ну, не берется кахомарка такими юнитами. Я, как и говорил, повторюсь. Видите, у Индуса 19 науки всего лишь. Выйдя в импи, мы должны его уничтожить. Он, кстати, религию не укрепил? Нет. Очень бы не хотелось, чтобы он защитник веры взял. Ух ты, а что так... А, он катапультой стреляет по Иканде. Я думаю, а что-то у меня уменьшается все силы Иканды. Квала Медлини. Во название. Так. Мне кажется, мне стоит... убрать лучника отсюда, потому что... обстреляет и проатакует латником, и Иканда захватится. И, соответственно... О-о-о-о... Арбалеты. Так. Тут начинаются... Проблемки с Инком, конечно. Хотя у него армия все-таки уменьшается. И Англия с ним... Блин, может еще кого-нибудь попробовать? Ну, Франция явно... Она даже Инка не встретила. Существенно мощи царей нам не хочет ждать. У нас, видимо, нечего... Ага. Не, это дорого. Но реликвия была бы круто, если бы мы забрали. Ну, отходим. Я уверен, что сейчас Иканду убьют. Просто вот сто процентов. Я, конечно, зашел в арбалеты. Блин, мне, наверное, тоже арбалеты открыть. С другой стороны, мне надо... Блин, давайте мы не будем ждать ускорения математики. Тупо в импе пойдем. Ганнибала Барку этот заберет. Но я думаю, что я следующего забираю. Этим дуболом и мин... Ух ты, еще лучник. Ой, лучник этот прям сюда. Ага. А этот остался на месте. Откуда этот прям выпрыгнул? Тут стоял. Блин, почему не умирают эти дуболомы Англии? Вот это... Вот это интересно. Так, ну давайте. Раз. Два. Три. Так. Просто я хочу убить, чтобы у меня копейщик не выходил из города. Так, теперь надо починить... А, нельзя починить пока стены. Тогда откладываем ход, чтобы правительственную площадь начать строить. Вот здесь рынок. Так, кто у нас там следующий будет? Эль Сид. Ага. Прикол. Прикол, что он мне уже не нужен. Но я дочитаю, потому что он работает на юниты средневековья и возрождение. То есть он на импе будет работать. То есть он, конечно, формирует корпус, но я явно сейчас не буду корпус формировать из юнитов. Нафиг надо. Так, пока просто стоим. А могу я поремонтировать? Не могу и Канду еще ремонтировать. Значит, просто один ход откладываем, чтобы правительственную площадь начать строить. Так, а Виктор у нас боевую мощь городского гарнизона. То есть вот тут внутри, который находится... Так, сколько у нас уже ферм? Раз. Два. Три. Четыре. Ну, я бы на самом деле пять-шесть вот здесь сделал. Чтобы они влияли друг на дружку. Но для этого надо клетки эти выкупать. И плюс еще нужны рабочие. А, вот рабочие. Я сейчас вырублю тут камень и двумя зарядами вот тут фермы построю. Да. Блин, ну мне бы с инком мир заключить. Потому что инка я... Бля, а что тут за слоны, интересно, около булавая? Подождите. Давайте мы стены тут построим. Тем более карточка стоит. Блин, я бы в Улунде, наверное, еще копейщиков тогда. После обучения в военном лагере. У меня такое ощущение, что у меня сейчас... Ну, хотя у индуса нету ко мне неприязни. Обычно Индия... Ой, там идет уже латник. Вышли в нормальную эпоху. Ну, что ж. Опять нормальная эпоха. Средневековье. Но продолжение уже будет тогда в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Да. Тут, конечно, так динамичненько. Динамичненько. Нам, несомненно, надо индуса захватывать. Только для этого инка надо как-то усмирить. А он не хочет. Он не хочет, несмотря на войну с Англией даже. Не понимаю. А португальц... Знаете, я еще попробую португальца на него натравить. Вообще, за одну лошадь. Цыган прямо. Слушайте, а ян... И он мне готов за это янтарь еще дать? Зашибись. Это я согласен. Так, кого там еще Инк знает? Ну, Индия и Вавилон далековато. Хотя... Хотя... Я не понял, по-моему, дружбу с Вавилоном. Нет, просто хорошие отношения. Не думаю, что Вавилон ему войну объявит. Нет, объявит. Ха-ха. Вау. Вау. Давай, Инк. Но продолжение уже будет в следующей серии. Спонсоры канала могут ее прямо сейчас поискать в вкладке сообщества. Для всех остальных она появится завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине и Жыве Беларусь. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok